Если мужчины чаще всего задаются вопросом, как привлечь внимание девушке, как ее зацепить, как ее покорить, то для женщин проблемой подобного масштаба, пожалуй, является вопрос, как мужчину удержать. И иногда эта задача, надо сказать, не самая простая, но существуют психологические приемы, которыми, между прочим, пользуются мудрые девушки для привлечения и удержания любимого мужчины. Об этом сегодня и поговорим. Отношения, в которых мужчина как бы все время дистанцируется, это проблема номер один, с которой ко мне чаще всего обращаются девушки. Как сделать так, чтобы ваш мужчина с удовольствием к вам возвращался, чтобы он всегда к вам спешил, а не придумывал бесконечные дела, проблемы и причины, чтобы как можно больше времени проводить вне вашей пары. Все очень просто. Для этого вам нужно создать очень прочную ассоциацию, так скажем, якорь, расслабление, уюта, ну, конечно же, возбуждение. А теперь, как это сделать? Во-первых, давайте вспомним, что вообще издревле женщин всегда называли хранительницами домашнего и семейного очага. Да, действительно, во многом все то, что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной, зависит именно от нас. Нужно лишь только ваше желание и знание некоторых секретов. Итак, начнем. А теперь представьте, вот ваш мужчина после долгого, тяжелого, утомительного рабочего дня возвращается к вам, перегруженной кучей проблем, и вообще вот с энергией этого не очень возможного для него успешного дня он идет к вам. И вот он открывает дверь, неважно, или вы ему эту дверь открываете. И первый элемент, который начинает работать или на вас, или против вас, это запах. Он еще ничего не успел потрогать, ничего еще не успел рассмотреть. Но вот он открыл дверь, и первое, что ударило ему в лицо, это запах. А запахи имеют очень большое влияние на наше подсознание. Они в буквальном смысле могут изменить как наше психологическое состояние, ну и, конечно же, физиологическое. Более того, скажу я вам, что обонятельный импульс доходит до мозга гораздо быстрее, чем любой другой импульс, полученный от других четырех органов чувств. То есть запах вашего тела или запах дома, в котором вы встречаете своего мужчину, дойдет, окажется как бы у вашего мужчины в голове гораздо быстрее, чем он успеет рассмотреть, собственно, в каком наряде вы его встречаете. Если ему не понравится запах вашего дома, или, может быть, он вам 10 раз говорил, пожалуйста, не пользуйся этими духами, они мне раздражают, а вы его не слушаете, потому что вам они нравятся, да, то вот запомните, если ему не понравится запах, только он открыл дверь вашу, то вряд ли ему понравится и тот наряд, в котором вы решили его встретить. Поэтому, во-первых, постарайтесь узнать все-таки у своего мужчины о том, какие ароматы привлекают его. Прислушивайтесь больше к его предпочтениям в этом плане, и, возможно, лучше, чтобы он вам выбирал туалетную воду, а не вы сами себе. Ну и, конечно же, помните, что дом, в котором вы ждете своего любимого мужчину, также должен быть наполнен правильными ароматами. Ну и, конечно же, он должен излучать чистоту. Я не призываю никого сейчас становиться домработницами для своего мужчины. Я знаю их девчонок, которые вот перед тем, как встретить своего мужчину, они начинают всю квартиру драйвить, потом они начинают готовить ему ужин, и просто на себя реально не остается никакого времени. У меня, например, ребенок маленький, он столько силы времени отнимает, что у меня вообще никогда ни на что сейчас не хватает времени. Но я не могу позволить себе встретить своего мужа в доме, в котором беспорядок. Я и сама патологически люблю чистоту. Я хочу, чтобы весь мой дом дышал стерильностью. Поэтому я раз и навсегда решила, что пусть в моем доме убирают профессионалы. Раз в неделю это не так дорого. Тем более, что их уборка действительно раз в неделю этого вполне достаточно. Если вам недостаточно, и вы пользуетесь услугами какой-то домработницы, то я просто вам скажу, что у вас плохая домработница. Потому что я тоже до недавнего времени считала, что лучше меня в моем доме никто не уберет. Потому что все эти Кати и Вали, которые приходили по советам моих подруг, они в первый раз, да, всегда все очень хорошо убираются. Но потом с каждым разом все хуже и хуже. И я, например, не такой человек, который может сделать замечание, если человек что-то не так сделал или где-то там не протер. Мне проще потом самой взять тряпку и это сделать. Но это, конечно, неправильно. Платить деньги за услугу, которой ты как бы не удовлетворен. Поэтому я решила раз и навсегда отказаться от всех, кто был в моем доме по совету. И нашла крупную клининговую компанию, которая называется Q-Line. Удивительно, но у компании цены почему-то оказались ниже. Если мне что-то не нравится, я просто беру, звоню туда, и они там как-то сами тихонечко все решают. Но, правда, за полгода, как я пользуюсь этой компанией, их услугами, вот ни разу у меня не было желания позвонить и какие-то претензии предъявить. Вот вы почитаете, зайдите на сайт, удивительный отбор сотрудников. Они их еще помимо того обучают, казалось бы, да, чему учить? Взял тряпку, пошел убирать. Но вот именно в этом весь секрет, что они действительно уберут в вашем доме лучше, чем вы сами это сделаете. Ну и что, конечно, очень важно, это то, что каждый сотрудник этой компании проходит проверку службы безопасности. Они приходят все всегда со своими средствами, со своими тряпочками. Все, что им нужно от вас, это вода, все их средства экологически безопасны. И для меня, например, это очень важно, потому что у меня ребенок постоянно ползает по полу, поднимает все с пола, тащит к себе в рот. Как вы понимаете, я не просто так завела речь о клининговой компании, которой пользуюсь вот уже сама полгода. Дело в том, что они предложили мне специально для вас специальный промо-код, по которому вы можете получить скидку 30%. Ссылку вы найдете в описании. Если у кого-то сейчас вопрос насущный с чистотой с домработницей, то, может быть, мой промо-код вам пригодится. Ну да ладно, с чистотой мы с вами разобрались, а теперь давайте поговорим о том, какие же нужны запахи в вашем доме, чтобы вашего мужчину, только приближаясь к вам, настигало расслабление и возбуждение. Конечно же, первый запах – это запах выпечки или, например, запах ванили. Еще, кстати, очень интересно, если кто-то печет пироги, попробуйте добавить туда цедру апельсина. Это вообще просто бомба. Этот запах одновременно и расслабляет, и возбуждает. Но вообще вариантов очень много. Я уверена, что вы сами лично вспомните из десяток. Тут принцип только один. Главное, чтобы это был такой аромат, от которого слюнки потекут. Вообще изучите тему афродизиаков. Это та тема, которую должна знать любая уважающая себя женатая. Секрет в том, что афродизиаки – это то, что выделяет очень много слюны. Там, где очень много слюны, там очень много энергии, которую ваш мужчина будет хотеть тратить на вас. Дальше на вас будут работать, конечно же, его визуальные стимулы. Поэтому первое, что он должен увидеть, зайдя в ваш дом, – это чистоту. И вы тоже должны быть красивыми. Это очень важно. А что наши мужчины, когда заходят в дом, в первую очередь, видят какую-то разбросанную обувь, в прихожей какие-то непонятные предметы, которые повсюду валяются, и жена, бегающая с какими-то бигуди, несущиеся с горячим ужином, чтобы быстрее ему успеть накрыть на стол. В общем, вся эта картина, она не очень-то его расслабит, не очень-то его, я думаю, будет возбуждать. Поэтому очень важно поддерживать чистоту хотя бы в прихожей, потому что это первое, что он увидит. Ну и, конечно же, не забывайте о себе, то, как вы его встречаете. Следующий элемент для вашего дома, в который будет мужчину тянуть, – это огонь и вода. Поэтому рекомендую всем, хоть иногда, хоть изредка, но использовать свечи. Тем более сейчас есть такой богатый выбор ароматических. Знаете, некоторые делают так, берут маленькие свечи, ставят их в вазочку с водой, и они себе так плавают. Мужчина этого не заметит, но, поверьте, это будет влиять на его психоэмоциональное состояние. Это, поверьте, вам добавит баллов. Поэтому такие какие-то мелкие фишечки со свечками, как бы вам ни казалось, что это банально и избито, пользуйтесь этим. Следующий очень важный момент, который я безумно люблю – это музыка. Пожалуйста, когда вы ждете своего мужчину, отключайте все эти скандальные программы и ставьте свою любимую музыку или его любимую музыку. И планомерно эта музыка будет у него откладываться в голове, это и будет такой прочный якорь, который будет всегда, даже когда вас не будет рядом, он поставит эту музыку и сразу же мысли о вас. Все это и есть вот такие якори. Аромат, который ему напоминает о вас, это мелодия, которая ему напоминает о вас. Все это вы создаете каждый день. Следующий у нас с вами якорь – киноэстетический. Это все то, к чему он прикасается. Это все должно быть мягкое, пушистое, ароматное, включая вас, или то постельное белье, на которое вы положите сегодня спать, или полотенце, которое вы ему дадите после душа. Все это должно быть мягким, чистым. Знаете, бывают уже такие полотенца, которые настолько застираны, что они там пахнут как-то неприятно, или они в машинке забыли их вовремя достать, и они там закисли. Ну, короче, вот это недопустимо. Вы должны у него ассоциироваться с чем-то таким мягким, пушистым, ароматным. Еще, не дай бог, он придет к другу в гости, у которого жена вся такая, знаете, благородная девица. Стол сервирует, там кружечка фарфоровая, здесь ложечка для сахара, здесь печеньки какие-то лежат. Все это красиво, аккуратно. И тут он придет, дай бог, к вам домой, и вы его мало того, что усадите за какой-то стол в пятнах, еще потом долго-долго будете искать что-то к чаю, то, конечно же, такой якорь не в вашу пользу. Ну и, конечно же, самое главное, никогда не забывайте о себе. Вы должны быть просто всегда на высоте, даже дома. Вы должны быть всегда такая вкусная, где не понюхай, просто сладкая ягодка. Обязательно заведите себе несколько комплектов домашней одежды. Вы знаете, некоторые ходят год в одном и том же, а то и три года, а потом удивляются, куда он может делать сексуальное обличение. Ну и, в общем-то, на этом все, дорогие девушки. Желаю вам побольше женской мудрости, ну и, конечно же, рядом достойного мужчину, с которым ваши отношения не будут стоять на месте, а будут развиваться все дальше и дальше, и становиться все прочнее и прочнее. Ну и, конечно же, если это видео вам понравилось, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. И до новых встреч, пока-пока.